Всем привет. Настя. Здравствуйте. Гуляйка, что ли? Ну такое, в дорогу немножко вцепиться. Люда сегодня приедет. Крутые у вас очки. А ты знаешь, леточки? Нет. Это твои очки. А, я смотрю, что-то знакомое. Что-то знакомое. Понятно. Люда приезжала или всё? Нет, вот ждём. Никак не дождёмся. А, понятно. Поэтому так. Вы за водой, да? Да, водички. Мама вчера завела там. Так давайте мы вам поможем занести. Не, мы поможем. Ты без зубы были, да? Нет, у меня покусали. Саша приносит. Он нам приносит. Он? Точно? Точно, честно. А, ну всё, туда смотрите. Хорошо, всё туда. Да, спасибо. С нами. Встретили соседку. Хорошая женщина. Знаю, смотрю, очки знакомые. Точно. Говорю, крутые очки, точно. Это фирмовые вот эти. Ну да, Рейман. Ко мне когда-то сестра подарила. И им уже, знаешь, сколько лет. Но они всё равно классные. Они прочные, хорошо. Да. В общем, мы вышли, ребята, в магазин купить моему крёстнику подарок. И ещё одной маленькой прекрасной девочке подарок. И также нам надо скупиться в дорогу. Там, не знаю, что. Колбасу какую-нибудь, бутерброды, круассаны. Нам ехать двое суток и надо хочу докурить. Ой, ветер такой сильный. В общем, включимся тогда позже. Вот. Выбираем. Мне такое понравилось. Будет играть в кассирах. Ева. Сейчас ещё машинку надо какую-то ещё, чтобы они нет. В общем, будем убирать. Шпильги. Это на немецком написано. В общем, мы купили такие мини-подарки детям. Сейчас будем показывать, что мы купили. Давай, Настя. Будем паковать раздельно, потому что они с другом дерутся. Поэтому будем отдельно. Каждому будет пакетик. Такой вот трактор. Не знаю. Интересная игрушка. Как раз 3+. Возраст. Подойдёт это Владику, мальчику. Это тоже ему такая машинка с пультом. Интересная. Думаю, тоже хорошо. Это такие тоже два трактора ему. И ещё такую машинку. Он любит машинки. Полиция. Поэтому ему машинки. Как она и сказала, он любит машинки. Дальше. А, дальше идёт для Даши. Вот, туда туда. Это идёт для Даши. Такая кукла. Тоже интересная. Дальше. Это она будет в кассира играть. Евро. Центы. Тоже прикольная. Так как детская, типа, косметика. Это тоже дети любят, девочки. Блокнотик такой. Тоже такое, как колечки, там помадка. Это что такое? А, ну это тоже. Отягни ляльку. Такие наклейки разрезать. В общем, вы поняли. Дальше. Наклейки. И такие вот украинские наклейки тоже. Тут теперь сладости. Каждому по барне. Это тоже. Харибу или что это? Капризоны. Каждому по соку. Каждому по... Вафельки. Тоже по вафельке. Ну, одинаковые, мы поняли. Шоколадка. Ещё одна шоколадка. Мои пузыри. Большая такая. Всё. Всё. И киндеры, конечно, у меня. А, и киндеры у нас. Давай. И сейчас будем в отдельные пакеты всё это паковать. В общем, я думаю, что детям будет приятно. Хоть немножко, да, но радостно. Дети как дети. Думаю, будут рады. Сейчас будем паковать. Такого вот ещё Мишку мама даёт. Владик крестный по-моему. Симпатично. Моня, тикай. Всё, два пакетика такие готовы. Не было, к сожалению, праздничных. Поэтому мы идём уже к детям. Сейчас вам будем показывать. Смотрите, какая такса. А, привет. Ой. Настя, она что, она кидается? Нет, она от счастья. Да, опять Настя. Привет, привет. Привет. Она от счастья это делает просто. Настя, поздоровайся. А с кем здороваться? Фолловеры? А, просто, да. Привет фолловерам. Это я и моя такса. Она что, которая сломался ногой. Ты записалась? Ой. Записалась? Да, на воскресенье. Это просто проезжие люди? Нет, всё хорошо. Она правда это от счастья делает. Она и на вашу также. Она такой грубый голос. Да. Она охранник в доме хороший будет. Ну ладно, пойдёмте. Пойдём. Кто? А что тут свет мигает? Нет. Тяжело на пятый этаж идти. Увага. Погадается. Да. С чего из покажей. Увага. Погадается. Как раз по старой жизни. Блин. Мас, привет. Что надо говорить? Скажи. Халло. Скажи халло. На. Проходите. Смотри. Зачем? Мокрая. Это только ты была в детстве, что тебе всё равно. Что надо говорить? Привет. Привет. Высокая стала. Ты как снимаешь, Настя? Можешь нормально? Мне вообще неудобно. Ты не помнишь, Аню, Настя? Ты же с ними гуляла. А как она не помнит, если она слабая. Что она помнит? Пошла. Она просто немного забрала. Сейчас она обнюхает, это нормально. Нет. Нет. Настя забрала. Она не укусит. Не бойся. Она не укусит. Настя, она тоже попустила. Джесси. Она не укусит. Она кушать пошла. Владик. Какой взрослый. Ты шо? Какая вкусная мама. Ты мне раньше в одну руку помещался. Такой он же взрослый. Ты можешь прийти меня? Вот это шо все. Посмотрите, что крестное принесло вам. Держи. Что надо сказать? Владик, какой взрослый. Что надо сказать? Он вообще капец как стесняет. А это Даша. Что надо сказать? Сейчас на ней адаптируются. Так вот выросли. Владик стесняется, но он такой уже большой вообще. Я в шоке. И Даша вообще такие классные. Малюки. Ну ничего, сейчас адаптируется. Все, мы дома. Проведали детей. Очень здорово, что удалось все-таки встретиться. Потому что они переехали в соседний город. И поэтому было проблемой вообще на самом деле встретиться. Я очень рада, что получилось все. Что получилось порадовать детей. Хоть как-то этими игрушками, сладостями. Хоть немножко. Вот. Они вообще все тут герои, которые здесь живут. Несмотря ни на что. Ни на прилеты, ни на тревоги. Они привыкли к этому. Как бы это страшно не звучало. Что к такому можно вообще в принципе привыкнуть. Ну, по сути, так и есть. Бабушка Настя, она говорит, что она вообще никак не может вообще свыкнуться с этим. Ей страшно от каждого звука. Даже сирены. Не говоря там, да, о чем-то другом. Да. Не такие же герои, как и герои, которые защищают нашу Украину. Все это очень ужасно, страшно. Настя говорит, оставайтесь. Я говорю, нет, пока нет. Пока нет. Очень страшно здесь, когда сирена. Фу-фу-фу. Она не так часто. Но вот вчера было очень страшно. Я там в следующем видео вставлю, что было вчера. Вот. Где-то до двух часов ночи это продолжалось. Мы не спали. Ужасно было. Мы в коридоре были, потому что правила двух стен. Ну. Не факт, конечно, что оно работает. Но вроде как работает. Очень страшно. В общем, вам спасибо за просмотр этого видео. Ставьте лайк. Пишите комментарии. Кто не подписан, подписывайтесь на наш канал. До новых встреч. До новых встреч. До новых встреч.